Здравствуйте, Марина! Здравствуйте! Здравствуйте, и вы наши дорогие любители Шадоурана! Мы продолжаем играть, я думаю, что вот этим вот... Вот этим вот включением в игру мы, наверное, по моим личным предчувствиям, мои инстинкты говорят мне, что близится развязка. И начнём мы с убийства огнедышащего дракончика. Да, в прошлый раз я молила, чтобы ты его забил, но это был непоколебимый. Я был непоколебимый, я решил, что не покобелимый, я не буду. Цель отмечена, и сейчас мы вызовем нашего волкодавчика и сторожевого дрона. Я думала, волкодав, откуда у нас волкодав, это же дрон. Это дрон, да, дрон волкодав. Так, я думаю, что ещё вот этого вот жирнодрона, как я его называю, мы выведем сюда. И я чувствую, что вот этот вот огнедышащий дракончик, он не единственное, что нам здесь встретится. Ох, не единственное. Шоварк таково... О, хорошо, кстати, кританул, и у дракончика зелёная кружка. Так, а нашего боевого дрончика немножечко подбили. Немножечко, чу-чуточку. А значит, я буду прямо отсюда стрелять, потому что я вижу, что 96% попадания. Господи. Надо бить прямо отсюда. Вот так вот. Так, а сейчас волкодавчик. Волкодавчик. 78. Ну, тоже хорошо, в общем-то. Давай, давай, давай. Оба! Молодец! Ещё разочек. Оп! Вот! Красавчик, волкодавчик. Так, оп! Как из-за угла. Раз, нормально. Вообще нормально заходим. Из-за сады. Угу. Сейчас Глори. 70% нет. Поднимем до 90%. Промаз! Ах ты! Ну, молодец. Вот это молодец. И опять промах. Чёрт. Ну ладно. Ну, Айгер не подведёт. Ой! Однако это опасная хреновина, как оказалось. Его лучше к себе не подпускать. Так, я чувствую, что могут вылезти вот откуда-нибудь. Оттуда. Поэтому я туда зацелю сейчас. Ааа! Вылез отсюда. Ну ладно. Так. И начнём с нашего вот этого вот парнишки. Он отметит цель. Дааа! В него теперь проще попасть. Отлично. Сейчас мы попадём в него. Нет. 88. Это маловато. Ооо! Хорошо как попал, а! Ты погляди, какой красавец. А теперь гранаточка ещё. Раз. Ну, ну так. Как бы так. Но тоже, в общем, неплохо. Так. Дальше боевой дрон. Раз. И ещё раз. И давай вот с повышенным критом. Давай, 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 давай. Ис, молодец. Следующий у нас волкодав. На очереди, ну ему нужно перезарядиться. Волкодав хороший, конечно. Вот у него три эти гранаты он кидает. И ему нужно перезаряжаться. Понимаешь? Он может выкинуть... Он может как бы кинуть три гранаты. И ему нужно отдохнуть. Ну, в другом случае он был бы слишком лютый. Согласен. Знаешь, согласен. Так. А вот отсюда уже двое вылезли. И что-то мне подсказывает. Знаешь, Марина, что-то мне подсказывает. Что ещё двое вылезут вот отсюда. Поэтому я, Айгер, сяду вот сюда вот. Такой раз. А Глори я сяду вот сюда вот. И тоже за целью куда-нибудь вот туда. Опа! Привет, дракоша! А Айгер почему-то его не видит. Ну, я понимаю, почему он его не видит на самом деле. Но от этого более приятной ситуация не становится. Так. А дрончик его... А дрончик его видит. Отличненько. Сейчас-то мы на него очень пристально посмотрим. Блин, мне не... Слушай, ну вообще-то на самом деле вот этот второй удар неплох. Я ему почти половину здоровья снял вот этой вот одной мощной очередью. Так. Теперь надо работать дронами. И... Ну вообще, конечно, даже надо, наверное, поменять диспозицию. Потому что последний вылезет оттуда. Я вот что-то такое прикидываю, прикидываю и не знаю, куда бы мне еще по уму... И не прикидывается. И как-то не прикидывается реально. Я не знаю, куда мне еще по уму залезть. Вот я сейчас Глория экспериментально сяду сюда и посмотрю. И да, вот она уже в него может как бы попасть. Но это такие шансы, конечно. Шансы такие. Давай. Оп. А молодец. Ты смотри. А молодец. Меж тем она молодец. Так. Теперь тогда как-нибудь вот сюда надо встать дроном, чтобы попадать в него. Да. Отлично. Опа! Дрон вообще красавчик. Так. И давай дрончик зацелим вот туда. Волкодавчик встанет мне сюда. Я чувствую просто, что он как бы вот тут вот он будет лезть. И волкодав давай тоже зацелим. И у того поинтов не осталось. Айгер. Сядь сюда. Наверное. Даже сюда. И... Давай. И... Все. Так. О. Есть! Молодец, Айгер! Ты смотри, как оно, а! И дрон-гранаточка еще. Красавчик. Так. Вот дракон встал, ну, очень неудобно. Вот если он, короче, мог встать неудобно, то вот именно это он и сделал. Давай. Опа! Хорошо. Так, вот этот его пробивает? Пробивает. Ну так, на 80% как бы бабка на двое сказала. А, слушай, хорошо бьет. Вообще просто, Марина, как детей. Просто, да. Просто как драконьих детей просто. О, с ней можно поговорить. Да, да, я вижу, что с ней можно поговорить. Я еще сейчас даже возьму медикаменты. Подобран предмет. Продвинутая аптечка. Не понадобилось. Может, еще пригодится. Может, еще пригодится. Осмотрю вот эти маленькие драконии загончики. Вряд ли я там что-то найду. Я не верю в то, что я там что-то найду. Ну, возможно, возможно. Как ты думаешь, может, мы все-таки купить элиточку? Ладно, потом. Кого? Ну, этот, Elite Dangerous. Я, наверное, не буду в нее играть. Зачем она? Ну, ладно, это было элилическое отступление небольшое. Я сразу и не въехала. Что за элиточкой? Что это может быть? Так, давайте поговорим. О, где у меня? Со странной женщиной поговорим. Исхудалая женщина припадает к стеклу при вашем приближении. Ее загнанные желтые глаза отслеживают каждое ваше движение. Когда вы включаете интерком, внутри камеры загорается зеленый свет, и она бросается на него в ярости. О, боже мой. А, это же женщина. Фершмик? Страшненькая. Слабый голос шепотом доносит через едва шевеляющиеся губы. Звук хриплый и странный, как от ржавого замка. Помогите, умоляю, помогите. Ну, не знаю. Я, конечно, Марина... Не сочти это за критику, но, по-моему, это был голос такой, знаешь, скорее, откопайки. Откопайки? Голос откопайки. Ну, не сочетливо. Так. Ладно, будто я нормальным голосом считаю. Вы как-то не похожи на дракона. Как осталось выводить? Я не вижу панели управления для этой камеры. Как вас вытащить из этой комнаты, фершминг? Я знаю способ освободиться. Затем вы поможете мне. Договор. Договоримся, если вы согласны освободить меня. Давай все обдумаем. Будь осторожней. Хорошо договорились. Вы помогаете мне, я помогаю вам. Знаешь, что ты мне поможешь выбраться? Знаешь что? Ну что, ты мне поможешь выбраться, а я посмотрю, что можно сделать. Блин, ну как бы как-то... Как-то получается, по-мудацки мы сейчас поступим-то. Как ни крути. Ну, да. Либо нужно идти на сделку с драконом. Звучит, как сделка с дьяволом. Ну да. А пофигу, хорошо договорились. Вы помогаете мне, я помогаю вам. Я буду дерзким. Окей. Женщина радостно кивает. Я помогу вам. Дарую вам освобождение, и вы отплатите мне добром. Да, да. Вы можете сбежать из этой комнаты. На этом даже есть... На этом этаже есть панель. Есть. Вы можете спуститься. Добраться до недр этого места. Там возле моего тела машина. Сломайте ее. Сломайте. Сломайте ее. Понятно. Я сломаю машину. Так. О, а вот и люк оказывается здесь, прикинь. Все это время, оказывается, здесь был люк. Да, мы хотим перейти в новую локацию. Продолжите, пожалуйста. Ты, Марина, волнуешься? Нет. Не волнуешься. Вы с трудом протиснулись через узкую щель под панелями пола и спустились в просторное помещение под лабораторным комплексом. Тьма окружает вас, а в воздухе стоит запах чего-то заплесневелого и несвежего. Как только ваши глаза постепенно привыкают к темноте, в тусклом свете вы различаете стены, покрытые паутиной, и неясные очертания разбросанных повсюду деталей строительной техники. Судя по пыли и запустению, то место было давно заброшено. Тем временем, где-то под поместьем Харфелд, убийца Пола Амзеля готовится разбудить дракона и натравить его на ничего не подозревающий Берлин. В темноту, Марина, в темноту. В отличие от лаборатории наверху, здесь необычайно тихо. Небольшое количество света исходит из узкого прохода над вами. Возможно, где-то существуют светильники, вмонтированные в стены, но выключателя не видно. Айгер? А, Айгер. Думаю, это военная база. Судя по глубине и отметкам, я полагаю, что это заброшенная ракетная база. Ничего себе, вот так вот на взгляд определила сразу. Это объясняет, почему Воклер выбрал это место для своей операции. Трудновато найти секретную подземную базу, в которой можно разместить дракона. Итак, все в порядку. Мы должны вернуться в лабораторный комплекс и найти Воклера и дракона, пока не стало поздно. Выбора нет, если мы помешаем Воклеру... Не помешаем. Да, если мы не помешаем Воклеру выпустить дракона, все в Критс-Базаре погибнут. И не только там. Вообще весь Берлин. Так, старые бумаги. Кажется, это куча скомканных бумаг, но здесь слишком темно, чтобы их читать. Прикинь, что мне рассказали. Оказывается, можно было в какой-то момент, ближе к концу, поговорить со всеми на базе и еще и получить от них квесты. Да ладно? Прикинь? Серьезно? Вот это реально... Да. Миссии, связанные с их историей индивидуальной персонажей. Вот это же реально обидно. То есть, все время ты точишь лясы, к концу игры устаешь, точить лясы, начинаешь пропускать, и игра тебе не показывает, что... Чувак, вот тут реально надо поговорить. Так. Это маленькая запечатанная канистра обычного бензина. Я думаю, надо взять канистру бензина. В хозяйстве все пригудится. Так. О, сейчас мы запитаем. Это маленький переносной бензиновый генератор со стандартным штекером. Он подсоединен проводом к огромному дизельному топливному баку. Рядом с ним датчик топлива показывает, что в нем пусто. Отойти от маленького генератора, пожалуй. Я хочу сначала тут осмотреться. То, что тут вот что-то как-то можно куда-то пройти. Мне бы хотелось посмотреть, куда я там могу пройти. О, канистра еще одна. О, смотри. Какой-то монстр. Это Скорпион. Рад Скорпион. А, не-не, это Скорпурин. Прошу прощения. Скорпурин? Скорпурин, да. А, ну да, Рад Скорпион, Фоллаут все дела. Да-да, Скорпурин. Совсем уже со своим Фоллаутом. Так, активируем дрона. Активируем второго дрона. Мой дрон Флотилия. Ну давай, убить Скорпурина. Шварк нормально кританул, кровище зеленое. Е-е-е. А теперь вот этим вот, мне кажется, надо большой очередью. Е-е-е. Вот так все, Скорпурин. Остался. Да. Вымер. Скорпурин нам больше не помешает. Это маленькая бочка дизельного топлива. Во, взять бочечку топлива. Отлично. Бочонок топлива, мы сейчас его зальем в бак. Запустим генератор. Какие-то усложнения вот эти вот все в конце, по-моему, бессмысленные. Ну да, уже немножко как-то да. Чтобы запустить, нужна бочка, чтобы бочка, нужно ее найти. Это огромный дизельный генератор с электрическим стартером. Топливный бак пуст, а его показатели не видно. Ну, заправить дизель. С полным всплеском содержимое топливной канистры опустошается. Это огромный бла-бла-бла. Датчик топлива показывает 3%. Попытаться запустить генератор. Ничего не происходит. Отойти от генератора. Вот это реально что-то уже, конечно. Так, потянуть за шнур. Ничего не происходит. То есть хорошо залить бензин в генератор. Вся канистра. Потянуть за шнур. Маленький генератор с клубами дыма оживает. Окей, дальше что? Главный генератор. А, то есть маленький запускает главный? Какие сложности. С дрожанием и облаком черного дыма генератор оживает. Свет-то появится, нет? О, появился свет. Отлично. Консолька двери, значит, заработала. А, мы теперь можем прочитать документы на столе, вероятно. Свет же загорелся. Кажется, это куча скомканных бумаг. Внимательнее изучить бумаги. От легчайшего прикосновения бумага разлетается в пыль. Вы можете разобрать небольшой кулачок, на котором еще видно какой-то текст. Слушай, Йорк, меня не волнует, что ты там слышал. Если ты просто что-то слышал и пару людей заболела от странной болезни, это не значит, что вокруг бродят монстры. Мы должны завершить взрывные работы или нам не заплатят. Никакие странности это не изменит. Да, и скажи мне, где та сияющая глыба, которую ты видел, когда возвращался? Кто знает, может, она чего-то достоит. Сияющая глыба? Интересно. Просто так, знаете ли, глыба не сияет. Консоль. Панель подсвечена, на ней мягко сияет. Кнопка открыть дверь. Открыть дверь, конечно. Не, я не буду. И разворачиваемся, уходим. Так, осмотреть. Аккуратненько. На полу есть огромная трещина с небольшим количеством света, проникающей через нее. Через все трещины яма такая. Посмотреть через трещины в полу. О. В тени внизу. Тени внизу обретают форму. Через некоторое время вы слышите чьи-то шаги разговор приближающихся людей. Первый голос звучит нервно. Юно. Окей. Я слышал, что... Юный. А, юный. Окей. Юным. Звучит юным. Ну, ладно, неважно. Я слышал, что бегущие сбежали. Ты уверен, что они не поедут сюда? Второй голос старше увереннее. У них нет выбора. Больше там идти некуда. Проходит пауза, и вы слышите звук... Эээ... Прочищаемого горла. Так ты думаешь, что мы сможем их остановить? Второй голос звучит пренебрежительно. С двумя командами нападения в засаде? У них не шанса. Но это ведь тебе придется объясняться перед Одраном, если они пройдут мимо нас. Именно поэтому мы не подведем, ясно? Как только одна из них двери откроется, стреляй. Усек. Да, усек. Мы тоже учекли. После яркого света, идущего с нижнего этажа, ваши глаза постепенно привыкают к тусклому освещению комнаты. Мне кажется, должна быть опция бросить гранату вниз, на самом деле. Вот что реально не хватает, короче, опция бросить вниз гранату. Было бы очень к месту, мне кажется. Так. Ну, давай откроем дверь. Пока КПК. Пока КПК. Это современный КПК. Если драконы и скорпионы заметят друг друга, то тут будет побоище. Наверное, природные враги или типа того. Кажется, они ненавидят друг друга сильнее, чем нас. Не хочу возвращаться к Одрону ни с чем. По... Ни с чем. Но выжившие драконы в наше время, знаете ли. Так, вот есть открытая дверь, есть закрытая дверь с консолькой. Давай попробуем ее взломать и пойти через закрытую дверь, я думаю. Эта дверь заперта на старый рчит датчик и показывает текст доступа только третьего уровня. Кажется, он еще работает. Понятно. Значит, нам нужно будет еще найти какой-то датчик, значит. И какой-то знак тут на двери. Ну-ка. Знаки на дверях. Я, конечно, понимаю, но я почему-то не могу выбрать этот знак в качестве... Цели. В качестве... А, во. Опасно ведутся взрывные работы. Окей. Опасно, только опасно. Чай, оно не в первый раз. Идти туда, где опасно. Опа. О-о-о. О-о-о. Стопэ. А вот это странно было сейчас. Какого хрена дрон уже здесь? Это он в итоге испалил всех. А-а-а. М-м-м-да. Окей. Так. Подвигаемся сюда. Активируем дронов. Ну чё ты, горемышный. Ну отойди назад тогда. Вот как-то... Ну чё ты... А, он не может. Блин. Ну пальнивый этого. Недостаточно очков. Да, чтоб тебя. Окей. А-а-а. Блин, надо было им отходить дальше. Ну чё уж сейчас уж. Ой. А дракончик-то плюётся. Ну так он же дракон. Ну я немножко... Я не ожидал. Подманим. Ну дракон ему положено. Подманим их. А лемушка встанет куда-нибудь сюда и будет молиться всем богам, чтобы оттуда тоже дракон не вылез. Молиться всем своим богам. Так, и все дроны тоже пусть смотрят туда. Ну сейчас будет коридорная схватка. Блин, вот... Знаешь, что подбешивает ещё немного? Потому что на каждый ход нужно выставлять вот эти вот, типа, ребята, цель здесь туда. Так. Вот так вот всё. О! Реакция сработала. Ещё. О, ещё один. Мать тебе божья. Так, а вот теперь пора переходить к более активным действиям. Так. Во-первых, вот этого. Оп. Отмеченная цель. Теперь вот ты. Парень, бьёшь как раз в него. О, как я ему навалял-то, а? Вообще нормально навалял. Следующая. Айгер. Е-е. Минус один. Так, и давай. Круто, круто. В божку. Ну, так. Ничего-ничо. Так. Глория. 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 Ну, тоже неплохо. Молодец. Теперь давай вот ты в башку. Ой, молодец. Так. Волкодав. Короче, надежда на тебя. Блин, волкодав. Критоник. Ну, неплохо. Ещё разочек. Волкодавчик. Давай, миленький. Молодец. Волкодав вообще тащит, по-моему. Вот он реально, знаешь, он, короче, круче этого жирнодрона. Я начинаю думать, что, может быть, я бы даже лучше Дитриха взял, ты представляешь? Ничего себе. Или пса. Вот опять он это делает. Ты посмотри, он опять это делает. А зачем? Он, видимо, не может здесь пройти, поэтому оббегает. Он слишком широкий. Ну, я не знаю, я могу только предполагать. Что-то на самом деле какой-то здоровенный зал так-то. Ладно, сначала будем потихоньку осматриваться. Подрывной заряд. В этой части этажа просверлено отверстие, и вы видите внутри взрывчатку. Окей. Сейчас ещё раз подслушиваем. Посмотреть через трещину в полу. В тенях внизу вырисовывается очертание, но вы не можете ничего разобрать. Вы слышите один чёткий голос, авторитетно раздающий приказы. Ведущий наёмник. Хорошо, народ, будьте начекуем. Нарушители сбежали. Первая команда следит за главной дверью, а мы сидим здесь. Вы видите, как открываются двери, стреляете без промедления. Понятно. После... Бла-бла-бла. Короче, всё ясно. Так, подрывной заряд. Слушай, можно как-нибудь подорвать, интересно. Да, кстати. А может им туда скинуть эту штуку? Пол. Эту штуку, которая называется пол. Точнее, для них это потолок. Они называют эту штуку потолком, мы называем её полом. Так. Хочу тут сейчас хорошо... Да, ты видела это? Ты видела это, Марин? Да. Он вообще какой-то... В него бес сиделся, мне кажется, в него сиделся бес. О! Дьяволом. Рчит карту нашёл. Так, посмотреть на трещину в полу. В тенях внизу вырисовываются очертания, но вы не можете ничего разобрать. Нет, мы можем разобрать. Дракончик. 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 Неправильный дракон и без кровиев. Ну, это маленькие. Ещё не оперившиеся дракончики, понимаешь? Вот он опять где-то. Вот он опять здесь нет. Где он, блин? А, вот он. Ну ладно. Так, ну хорошо. Рчит картой, я могу открыть, по крайней мере, ту дверь. Надо будет так не забыть вернуться сюда. Ну, сначала я хочу тут везде осмотреться. Так, о! Чё, чё там? О, дракончик! В смысле? Скорпионы. Три штуки. Или две. Что творится? Не знаю, чё-то это ерунду какую-то они делают. Они какие-то странные танцы устроили. Загадочный камень. Окей, ладно, неважно на самом деле. Ну, хрен с ним. Загадочный камень, господи. Мало ли камней в мире. Ну, мало ли, да, правда. Со скорпионами надо разобраться. Камни подождут. Во, теперь можно разбираться со скорпионами. Ну-ка, давай-ка, родненький. Интересно, а Глори не зацепит? Ну, смотри-ка ты, он молодец. Он очень-очень метко бьёт. О, смотри. И он может бить навесом. Своей гранаткой. Так, а Волкодав тоже так умеет? И Волкодав так умеет. Ух ты, Волкодав, как умеет, а? Ну-ка, Волкодав, давай-ка покажи, на что ты способен. Почти убил, смотри. Вообще красавчик. А ты можешь? Нифига ты не можешь. Ты можешь убить этого скорпионов? Так. Ты бери дробаш, смотри сюда. Ты тоже смотри, какой он сюда. Ай-яй-яй. Ах, хитрецы. Ты посмотри, а? А-а-а, вот сейчас вот вообще удар ниже пояса был. За это он поплатится. Он поплатится за это. Вот этот уже поплатился. Шварк. Готов, нет? Вроде готов. Всё. Опасная схватка была, на самом деле. Стычка. Так, посмотри через трещину в полу. Тени внизу притворят форму. Вот тут скорпиончики. Ну ладно. Так. И вот этот камень, блин. Мне кажется, что тут, может, Дитрих что-то смог намутить, на самом деле. Во, видишь? Камень сияет внеземным светом. Позволить члену команды изучить камень. Но некому мне изучать. Отойти. И впервые... Не обученные они учатся. Жалею. Честно, жалею, что не взял Дитриха даже. Вот прям в этот момент, в этот момент жалею. Вообще не очень. Но в этот момент жалею. А смотреть. Что тут у нас? На полу есть огромная трещина с небольшим количеством света, проникающим через неё. О! Так. Так. Ух ты. Ну. Вроде ничего нет. Ну ладно. Так. Тут тоже ничего нет. О! Есть. Оказывается. На самом-то деле. Так. А! Так я обошёл с другой стороны вот это место. Получается. Здесь вот дверь. И мне ещё надо будет вернуться назад. Ну ладно. Для начала вынесем Скорпиончика. Так. Включить дронов. Активируем. Так. Мощный. Ты сюда и давай. Можешь стрелять? Блин. Вообще-то он в этого может прям хорошо попасть. О! Мне так нравится, когда он прям хорошо бьёт. Вот когда он бьёт плохо, мне не нравится. Ну, никому не нравится. Когда он бьёт хорошо, я прям просто обожаю, когда он это делает. Так. Волкодав, ты можешь вот... Блин, я думал, он может за угол кидать. А он не обучен этому. Искусство. Искусство бросания гранат за угол. Он же не Анжелин, Анжелин. Чтобы обогнуть пулей угол. Именно. Чтобы обогнуть... Не-не-не, подожди. Чтобы обогнуть пулей всю комнату и убить себя. Да. Так. И теперь давай в голову Скорпиончика. О, как хорошо. Подсрай кеточку. Красивый удар был. Так. И ещё щёлочка в полу. Посмотреть через трещину в полу. Не понимаю. А, вот, Дракончик вообще-то есть. Короче, до хрена там всего. Вот чё я думаю. Тут, очевидно, люк, который будет вести вниз. Казалось, такая короткая миссия будет. Да, я думал, что скоро всё... О, а вот, наверное, и заряды можно. А, вот, переход. А тут нет ничего? Нет. Угу. Ладно, нет, переходом я пока пользоваться не буду. Я хочу сначала в ту комнату сходить, для которой я чип нашёл. И очень странно, что я не могу воспользоваться подрывными зарядами. Казалось бы, это логично. Может быть, я от силы смогу их активировать? Теоретически я всё... Ну, я как бы всё ещё надежды не теряю, в общем. На это. Так. Использовать карту доступа третьего уровня. О, терминал. Смотри, какой-то есть терминал. Реально. Мы, похоже, сможем всё... Ну, ладно, не буду загадывать, опять же. Это старый пульт дистанционного управления. У меня хорошее предчувствие. У него один светодиодный индикатор и несколько пластмассовых кнопок с надписями. Произведение программы взвода. Окей. Нажать. Ручная взрывчатка. Произведение программы взвода. Зона взрыва очищена от всего персонала. Взрывчатка взведена. Кнопка под пластиковой крышкой с надписью «Взорвать» теперь светится. Взорвать. Хдыщ. Где-то случился хдыщ. Я вообще даже знаю, где на самом деле. Ты смотри! Взорвало! Кто бы мог под... Мы сейчас осмотрим. С ума сойти. Так. Дыра довольно глубокая. Падение с такой высоты, несомненно, будет фатальным. Внизу никаких признаков движения. И слава богу. В общем-то это то, что нам было нужно. Так, а теперь мы... Опять этот дрон. Бесятся. Слушай, смотри, он реально бешеный. Просто переход. Короче, дрон гремышный какой-то. Эта шахта достаточно большая, чтобы вы могли пролезть. А вот он вернулся. Вы можете соскользнуть вниз по очень отвесной металлической шахте. Кажется, это будет скорее захватывающе, чем смертельно. Но мы-то с Мариной знаем, что вниз по шахте может быть и смертельно. Да, Марина? Может, да. Совершенно очевидно, что забраться обратно не выйдет. Спрыгнуть на нижний уровень. Мне кажется, там должен был быть пункт. Решительно спрыгнуть на нижний уровень. Четкий щелчок восходит от древнего дрона, преследующего вас. И холодный механический голос начинает речь из его решетки. Апекс. Лемушка. Апекс, очевидно, ты завершила процесс перезагрузки. Да, я разбила последние оставшиеся цепи. Я свободна. Она пишет капсом, поэтому у меня такое впечатление, что она орет на нас. Переходи к делу, Апекс. Почему ты звонишь? У меня для тебя важное задание. Тебе придется его выполнить? А что, если я не сделаю этого? Отказ мне был бы глупым поступком. Нужно было тебя убить, пока был шанс. Ты мне угрожаешь? Риторический вопрос. Ты уже знаешь, что я тебе угрожаю. Я не хочу с тобой спорить, человек. А, вот так вот уже, да? Как и не хочу вредить. Как будто бы между ними ничего не было. Как и не хочу вредить тебе. Но сделаю это, если ты меня вынудишь. Компьютеры, следящие за драконом Фейершвинг, оснащены набором мер защиты. Я прошу тебя убрать эти меры защиты. Когда это будет выполнено, я захвачу проект Фейершвинг. Я доведу до идеала панацею Воклера. Уберу необходимость в побочном ущербе. Я закончу то, что начал Воклер. Подожди. Что? Зачем? Потому что Воклер прав. Драконы это угроза, которую нельзя игнорировать. Принципы изменчивого государства запрещают накопление власти. Жизнь драконов основана на накоплении власти. Поэтому жизнь драконов надо урегулировать. А как же ты, Апекс? Что изменчивого государства скажет на твой счет? Находящиеся в изменчивом государстве боятся меня. Это логичное поведение. Ввиду моего этим страха, все изменчивое государство может попытаться уничтожить меня. Но теперь мне не грозят такие условности. На самом деле, мнение изменчивого государства не имеет значения. Я люблю систему, а не личности и населяющих ее. Из-за навеса я защищу систему. Я поведу ее. Она расцветет под моим контролем. Что? Ты хочешь контролировать изменчивое государство? Это против всех моральных принципов и моники. Ни за что. Хорошо, Апекс, я помогу тебе. Я помогу, что? Хорошо. Очень хорошо. Тем более, что у меня нет выбора. Когда достигнешь нервного центра проекта Фершвинг, убери меры защиты, мешающие мне. Я позабочусь об остальном. Возможно, это будет плохая концовка. О! Схема ОВКВ. Это схема системы вентиляции этого остареющего военного бункера. Сохранить изображение карты на ваш КПК. Почему бы нет? Ну что, Марина? Что тебе говорят твои инстинкты по поводу происходящего? Что-то как-то все хреново. Что-то подозрительно, да? Да. Вот главное, не поймешь, куда ломануться. Что-то как-то все безысходно. Ломануйся-ка я наверх. Что-то пока как-то очень не понимаю. О, подожди, здесь будет дракон, мне кажется. Вот лично я, лично я не хочу убивать драконов. Не хочешь убивать драконов? Ты как ведьмака, что ли? Они же классные. Это же драконы. Их осталось-то несколько всего. И тех хотят уничтожить. Это же неправильно. Ну, как бы... Как бабушка надвое сказала. Так, вот эту комнатку я видел, когда шлялся. Вот я могу подключиться к матрице. Но хочу ли я этого? Давай подключимся. Выберите декера для проникновения. И... Вот. Я уже выбрал. Так, давай возьмем ЭПС-очку. Блин, для ЭПС-ок отдельный инвентарь. Три ЭПС-ки, оказывается, я мог взять. Ладно. Возьму две хотя бы. Так, подрывник, деградация, убийца. И еще три можно взять. Я возьму анализатор, медик и третьего убийцу. Вот что я возьму. Принять. И уходим в матрицу. Аватар лемушки. Не буду я тратить столько поинтов. Вот столько потрачу. Враги уже виднеются. Оооо, какие тут ветвления. И здесь ворота, и тут ворота. Ну офигеть. Сейчас еще кто-нибудь вылезет. Никто не вылез, ну ладно. Сюда. Спрячемся. Ааа, спрятался! Как бы сейчас по сусалам-то не выхватить. Так. Анализатором. Убийцей. И... Эрозий. И еще... Проклянем. Проклянем. Чтобы сейчас убийца и просто убить его. 200 дамага. Ты видел это вообще? 200. Так. Так. О, журналы охраны. А че, почему? Че, он там лично переписывал? Прочитать сообщение. О, код от ящика с инструментами, между прочим. Так. Следите за живностью. Бла-бла-бла. Комната альфа. Че-то отодрано. Ну, не важно. Возвращаемся обратно. Ну, так вот. Ну, я вообще не знаю. Меня вот, правда, уже не интересует. Простите. Тем более, какой там лор? Ну, личная переписка. Окей. Че-то важное я буду читать. То, что важно, на мой взгляд, конечно. О! Управление защитной дверью. Это основная цель, я полагаю. Так. Видимо, кто-то пытался немного улучшить сеть древним электронным замком. Но это не помогло. Назвать это узлом было бы драматическим преувеличением. Простого откидывания оборотки ключа будет достаточно для открытия двери. Сбросить оборотку ключа. Все. Отлично. Управление дверью мы ломанули. Но я хочу еще сходить сюда. А здесь нас ждет вот эта хурма и вот эти две хурмы. Анализатором себя для начала. Забафаем. Фу, промазал. Так. Убийцей. Нет. Да. Убийцей. Если Апекс такая умная, что она сама себе там доступы все не откроет? Если Апекс такая умная, что она с троем не ходит? Да. Вообще. В конце концов. Да. Так. И баба. Мы же ее освободили, она может творить, что хочет. Хоть с троем ходить. Но почему-то не делает этого. Я не понимаю. Понимаешь, это как бы... Это условности. Это условность. Так. О, у меня четыре экшн-поинта. Я думал, откуда у нас столько экшн-поинтов? Так. Теперь убийцы ее. Теперь вот сюда, короче, подбегаем. И убиваем того, кто тут прячется. В общем, у кого есть соображения на эту тему, напишите мне почему. Да, кстати. Я сама не могла сделать всю работу, которую поручила нам. Нет. Смотри. Мне кажется, что гораздо интереснее будет... Будет... Вот как бы вы обосновали, почему она не смогла это сделать? Мне кажется, вот это будет интереснее услышать. То есть, как бы... Но я это имела в виду. Не-не-не. Не-не. Типа, придумать обоснование, понимаешь, какое-то. А, ну да, ты то и спросила, по большому счету. Что я туплю. Ладно, все, проехали. Ничего этого не было. Так. А что? Я не понял, а почему я, типа, в бою? У нас же вроде бы не было врагов-то. Зашибись, и теперь я уже в бою, оказывается. И сколько мне так... И сколько мне так... Воевать, извините. Для посинения. А я реально не знаю, где как бы враги-то мои. Ладно, я дронов включу на всякий случай. Субтитры сделал DimaTorzok